Друзья, всем привет! В этом видео поговорим про виновницу миофасциальной боли в области головы, грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, которая может быть источником проблем со зрением, нарушением слуха, потери координации и равновесия. С вами я, Сергей Чернов, проект SlavYoga. Начинаем, как обычно, с анатомии и функции. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца или мускулюс стерноклея домостоидус состоит из двух частей, грудинной и ключичной. Вверху обе части мышцы объединяются в один сухожильно-мышечный тяж и прикрепляются к сосцевидному отростку височной кости и к боковому участку верхней выйной линии затылочной кости. Внизу грудинная часть мышцы крепится к передней поверхности рукоятки грудины, а ключичная к верхней части передней поверхности ключицы. Работая обеими частями, грудинно-ключично-сосцевидные мышцы сгибают шею и наклоняют голову вперёд, способствуя контакту подбородка с передней поверхностью груди, а также оказывают противодействие форсированному движению головы назад. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца помогает разгибанию головы в области первого и второго шейных позвонков, атланто-затылочного и атланто-аксиального суставов, а также осуществляет контроль чрезмерного разгибания шеи. Вместе с трапециевидной мышцей обе грудинно-ключично-сосцевидные мышцы стабилизируют голову в пространстве, а также принимают участие при движении нижней челюсти во время разговора или акта жевания. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца при вертикальном либо разогнутом положении головы участвует в подъёме грудной клетки и является важной дыхательной мышцей, особенно во время вдоха. Она также принимает участие в акте глотания и осуществляет содействие в пространственной ориентации, координации и ощущении веса. При одностороннем сокращении грудинно-ключично-сосцевидная мышца поворачивает лицо в противоположную сторону и разворачивает его вверх. В содружестве с верхней частью трапециевидной мышцы грудинно-ключично-сосцевидная мышца способствует боковому наклону головы. Триггерные точки, расположенные в нижней части грудинного пучка мышцы, вызывают боль в области верхней части грудины и могут провоцировать приступообразный кашель. Триггеры, находящиеся в середине грудной части мышцы, отдают боль в верхнюю челюсть, надглазничную область и в глубину орбиты глаза на стороне поражения. Триггерные точки, расположенные вдоль внутреннего края средней части грудинного пучка грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, вызывают болезненные ощущения в глотке и в спинке языка, провоцируя болезненное першение в горле, а также отдают боль в область на верхушке подбородка. Миофасциальные триггерные точки, которые находятся на верхнем конце грудинной части мышцы, вызывают боль в области затылочного выступа и макушки головы. При поражении грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, помимо вышеперечисленных болевых паттернов, могут наблюдаться слезотечение, конъюнктивит, покраснение глаз, сужение глазной щели, нечёткость восприятия картинки и нарушение восприятия света. Иногда на поражённой стороне может развиваться застой в области носа и застой гайморовых пазух. Также триггерные точки, находящиеся в грудинной части грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, могут вызывать одностороннее притупление слуха. Триггеры, находящиеся в средней части ключичного пучка грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, отражают боль в область лба, а триггерные точки в верхней части отдают боль в глубину ушной раковины, распространяясь на пространство позади уха. Так как у человека грудинно-ключично-сосцевидная мышца является главным источником ощущения пространственного положения головы, то при поражении ключичного пучка в грудинно-ключично-сосцевидной мышце могут возникать пространственные нарушения, головокружение, ощущение окружения объектов при повороте головы в стороны. Также возможно возникновение обморочного состояния и потеря равновесия, которая иногда когда приводит к падению. Некоторые реакции могут иметь преувеличенный вид, так например, при подъёме головы и направлении взгляда вверх может возникать ощущение падения назад или при лежании на боку может возникать иллюзия, что кровать наклонена. Человек с наличием триггерных точек в грудинно-ключично-сосцевидной мышце имеет проблемы с определением веса предметов, что может являться дополнительным диагностическим тестом для подтверждения поражения этой мышцы. Так, если ему предложить взвесить и оценить массу двух одинаковых предметов, то сложность будет возникать на стороне поражения и предмет с этой стороны будет ощущаться как более лёгкий. Развитие и активация триггерных точек в грудинно-ключично-сосцевидной мышце связаны с рядом факторов, приводящих к острой или хронической перегрузке мышц. Переднее положение головы во время работы за компьютером или чрезмерный передний наклон головы, например, во время просмотра длинного видео на смартфоне или боковой наклон головы во время длительного телефонного разговора приводит к укорочению мышцы и развитию в ней триггерных точек. Сон на двух подушках также приведёт к резкому сгибанию шеи и длительному укорочению мышцы. Деятельность, связанная с перегрузкой мышцы при длительном разгибании шеи или подъёмом рук вверх, например, при покраске потолка, развешивании белья, игре в волейбол, гребле, может также провоцировать активацию и длительное существование триггерных точек. Любая причина, приводящая к возникновению бокового искривления позвоночника или нарушению походки будет способствовать искривлению плечевого пояса и чрезмерной перегрузке грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и лестничных мышц. При горизонтальном чтении с поворотом головы в одну из сторон также может наблюдаться активация миофасциальных триггерных точек. Наличие хронического кашля, бронхиальной астмы или других заболеваний грудной клетки провоцируют перегрузку дыхательных мышц, к которым относятся в том числе грудинно-ключично-сосцевидная мышца и может способствовать развитию головной боли при приступах кашля. Тугой галстук и воротник рубашки могут приводить к сдавлению мышцы и активации триггеров и развитию отражённой головной боли. При поражении грудинно-ключично-сосцевидной мышцы может наблюдаться ограничение наклона головы и её поворота. Наличие триггерных точек в одной грудинно-ключично-сосцевидной мышце чаще всего приводит к образованию триггеров и в другой. Миофасциальные триггерные точки также могут появляться в лестничных мышцах, мышцах, поднимающих лопатку, верхней части трапециевидной мышцы и других мышцах шеи, а также в мышцах головы, вживательных, круговой мышце глаза и лобной мышцы. Устранить триггерные точки можно путём самостоятельного нежного и продолжительного надавливания на обнаруженный участок уплотнения с последующим мягким вытяжением мышцы. При сильно активных триггерах головная боль может быть очень выраженной, но этого не стоит бояться и нужно продолжать массировать обнаруженные участки уплотнения. Даже если боль пройдёт после одного или двух сеансов, необходимо ежедневно в течение нескольких дней, может быть даже и нескольких недель, осуществлять самомассаж с последующим вытяжением до тех пор, пока участки уплотнения не исчезнут и не пройдёт отражённая боль. После проведения самостоятельного механического воздействия необходимо вытянуть мышцу. Для этого нужно разогнуть шею и наклонить голову в противоположную сторону от поражённой мышцы. Зафиксируйте это положение в течение 1-3 минут, осуществляя мягкое и спокойное дыхание через нос. Можно помочь себе рукой. Это упражнение вытягивает не только грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, но также и способствует вытяжению верхнего пучка трапециевидной мышцы. Но следует иметь в виду, что вышеописанная техника является всего лишь скорой помощью, которая воздействует на конечную фазу патологической цепи и устраняет симптомы. Для того, чтобы по-настоящему избавиться и не допустить повторного образования триггерных точек, необходимо устранить все длительно существующие вредные факторы. Нельзя допускать длительного переднего положения головы, округленных плеч. Необходимо произвести коррекцию положения головы во время ходьбы и длительного сидения. Телефонную трубку во время разговоров необходимо держать возле уха или использовать гарнитуру, не наклоняя голову в бок. Смартфон или планшет необходимо располагать на уровне лица, не наклоняя голову вниз. При занятии плаванием необходимо избегать стиля кроль, так как в нем постоянно происходит поворот головы для осуществления вдоха. Необходимо также исключить любые профессиональные или бытовые нагрузки, связанные с длительным разгибанием шеи и подъемом рук, например, при покраске потолка. При наличии выраженной асимметрии тела необходимо обнаружить ее причину и добиться корректировки, что позволит произвести балансировку плечевого пояса и устранение перекоса, а соответственно и перегрузки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на одной из сторон. Особое место в профилактике и устранении триггеров грудинно-ключично-сосцевидной мышцы является выбор подушки и положение во время сна. Если человек спит на спине, то под шею должна быть подложена маленькая подушка или валик, сохраняющий физиологический лордоз шейного отдела позвоночника. Или же передние края большой подушки должны быть выведены вперед. Нужно всячески избегать поворота головы во время сна и как следствие длительного укорочения мышцы. Не стоит спать на спине с поворотом головы вбок. Лёжа на боку, следует расположить подушку между головой и плечевым суставом, но никак не под плечевым суставом, что приводит к смещению подбородка, так как это может способствовать активации триггеров не только в грудинно-ключично-сосцевидной мышце, но и в лестничных мышцах, что будет проявляться болью в руке, на которую приходится вес тела во время сна. Но об этом мы поговорим в другом видео, посвящённом лестничным мышцам. Смотрите также мои другие видео по теме миофасциального болевого синдрома. С вами был Сергей Чернов, проект SlavYoga. Желаю вам отличного самочувствия и крепкого здоровья. До встречи!